Итак, друзья, всем привет! Сегодня я бы хотел вам рассказать о недостатках, недочетах. Ну, естественно, недостатков, недочетов по сравнению с конкурентами у телефона Xiaomi Redmi 10. Поехали! Первый недостаток — это не особо яркий экран. Сейчас, конечно, всё выглядит неплохо, но если вы будете в яркий день выйти... Ну, короче, у меня есть ролик, я на нём сравниваю все экраны, начиная от Redmi Note 7, потом, значит, Redmi Note 8 Pro, потом вот этот смартфон, значит, и Redmi, прошу прощения, Xiaomi Mi 10T. И яркость, самая маленькая именно у этого смартфона. И это печально. Следующая сторона — это то, что я привык к Redmi Note, и почему-то у меня, я посмотрел разрешение, мне показалось, что это будет такая же лопатка, но, друзья, нет, на несколько миллиметров экран уже, допустим, чем у Note'ов, да, экран, я думаю, на видео это, конечно же, незаметно, но, поверьте мне, экран шире, значит, на несколько, опять же, миллиметров, и это заметно, допустим, если вы вызываете клавиатуру какую-нибудь, блин, это немного печально как-то. Зато более удобно лежит в руке, да, из-за того, что он уже, да, соответственно. Да, блин, вот надо же, несколько миллиметров, а как сказывается прям на ощущение, это, блин, что-то. Друзья, следующий недостаток, на мой взгляд, это 4 гигабайта оперативной памяти, на мой взгляд, этого не совсем достаточно для современного смартфона, допустим, на Redmi Note 8 Pro, который я покупал даже дешевле, там, за 14 тысяч рублей где-то год назад, или, может быть, даже больше, так вот, на этом смартфоне, друзья, значит, 6 гигабайт оперативной памяти, и мне кажется, что для современного смартфона это, ну, как бы, золотая середина, да, не 8 гигабайт, а вот именно 6, да, 4 гигабайта для современного, мне кажется, это немного недостаточно, но это так. Друзья, следующий недостаток, это то, что камера, значит, вот эта вот фронтальная камера, она на 8 мегапикселей, допустим, Redmi Note 8 Pro на 20 мегапикселей, а следующий недостаток, это пластик на задней панели, лично у меня, начиная с Redmi Note 7, всё в стекле, задняя панель Redmi Note 8 Pro тоже стекло, Mi 10T, конечно, другая ценовая категория, но тоже стекло, я как-то так привык к стёклам, и вот, знаете, что здесь пластик, хотя он изрядно пытается делать вид, что он, друзья, значит, что он стекло и очень дорогой смартфон. Друзья, значит, следующий недостаток, это, ну, как его можно сказать, можно его просто отнести к недостатку, а просто к нейтральному, такому моменту, это то, что качество стереодинамиков не особо впечатляет, как бы, слушаешь, и, ну, как бы, нет таких вот прямо восторженных ощущений от данных стереодинамиков, но зато они есть, и на том спасибо. Друзья, значит, что ещё? Камера, друзья, камера, основная камера, она ужасна, простите меня, ну, вот я говорю, то, что я смог сравнить, даже с Redmi Note 8 Pro или даже с Redmi Note 7, камера хуже, чем на Redmi Note 7, хуже, чем на Redmi Note 8 Pro, так ещё и снимает в Full HD, причём ужасно снимает, просто даже не ужасно, просто, ну, короче, очень странно, зачем делать видео вот таким вот в современном мире, делать видео в Full HD, так ещё и такого плохого качества мне вообще не понравилось, фотографии делал и в 50-мегапиксельном режиме, здесь, вот видите, есть 50-мегапикселей, в обычном, так вот, в обычном мне показалась даже фотография лучше, ну, короче, камера – это разочарование, реальное разочарование, и можно отнести производительность тоже не особо мощную, да, не особо крутую, ну, допустим, вот телефон сейчас можно купить за 16 тысяч, доплатить совсем немного, да даже тот же Redmi Note 8 Pro, уже сколько ему, год, два, два, по-моему, уже года, я точно не считал, но даже на нём, друзья, производительность 305 тысяч, хотя одинаковая у них ценовая категория, здесь у нас, значит, производительность, я уже говорил, 220 я видел, но на самом деле у меня 215 в Antutu, вот я недавно тестировал. Друзья, вот, собственно, и всё, экран не особо яркий, но неплохой, IPS, но не особо яркий, я это говорил в самом начале. Друзья, вот, собственно, и всё, я не знаю ещё, что сказать, вот такие мои замечания, и в целом-то, что хочу сказать, что я говорю о недостатке, но в целом телефон неплохой, потому что есть и много плюсов, да, NFC, значит, в общем-то, неплохой дизайн, стереодинамики, значит, ну и так далее, и тому подобное, да, все вот эти вот небольшие, экран 90 Гц, вот, то есть в целом телефон за свои деньги, в общем-то, ну, немного, но рад. Друзья, вот как-то так, я не знаю ещё, что сказать, что добавить, вот такие вот замечания, значит, вот такие вот недостатки, вот такие замечания, всего доброго, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,